Просто дело в том, что... Можете расплатиться натурой. Чего? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин... Хотя нет, сегодня можете звать меня... Неудачник. Дело в том, что изначально, около недели назад, у меня было подготовлено сразу два сценария к двум видео. Один сценарий к слизаному финалу Люцифера, ну а второй к игре в кальмара. Как вы понимаете, первым я решил сделать Люцифера. И пока я им занимался, игра в кальмара стала самым популярным сериалом на Netflix на данный момент. Мда, с моей интуицией вход в казино и на скачки мне закрыт. Ну что ж поделать, сценарий уже готов, а такие вещи я выбрасывать не люблю. И если вы всё-таки попали на это видео, то, во-первых, как вы это сделали? Не, я серьёзно, как вы нашли это видео и почему выбрали именно его из других обзоров? Ну а во-вторых, приятного просмотра и перейдём к сюжету. Сон Кихун. Сорокалетний неудачник в разводе, живущий с мамой. Безыгроша в кармане, торчащий кучу денег и практически невидящий дочь. В общем, жалкое зрелище. Но всё меняется, когда он случайно или же нет. Встречает в метро незнакомца, предлагающего сыграть в детскую игру на крупненькую сумму денег. И поначалу Кихун проигрывает, но незнакомец вместо того, чтобы требовать деньги, лупасит Кихуна оплеухами. И когда он наконец выигрывает, он получает свои деньги и вместе с ними визитку с номером. Позвонив по которому, его приглашают на участие в других играх с куда более весомым призом. Само собой он соглашается и его доставляют на остров с другими игроками, где они подписываются под несколькими условиями. Первое. Игрок не может отказаться от игры. Второе. Отказавшись, игрок выбывает. Третье. По решению большинства, игры могут быть остановлены. Условия озвучены и приняты. Игра начинается. И первая игра. Красный свет, зелёный свет. Правила которой довольно просты. Когда вы услышите слова «зелёный свет», можете двигаться вперёд. При словах «красный свет» замрите. Если будет замечено движение, вы выбываете. Звучит сирена, и игроки бегут. Кукла поворачивается, и все остановились, кроме одного. Его убивают. Конечно же, игроки в Аху шокированы. И само собой разбегаются. Только вот кукла-то не отвернулась. И на несколько трупов становится больше. Потом ещё больше, и ещё больше, и финал. Конец первого тура. Кихун и другие выжившие путём общего голосования останавливают игры. И без каких-либо проблем возвращаются по домам. Но вернувшись, понимают, что дома-то не совсем лучше. Нищета-то и долги никуда не делись. И вновь всем игрокам приходит визитка. И они, конечно же, соглашаются вернуться. Только теперь они в курсе, что их ждёт, и будут готовы. К тому же, с ними на остров пробирается крот. И всплывает одна небольшая условность. Организаторы и персонал игры вне игры не вредят участникам. Но вот если участники решат выяснить отношения, то это допускается. И чем меньше игроков остаётся, тем больше приз они унесут. Что ж, давненько я не смотрел Дорамы. На самом деле, американские сериалы последнее время как-то не очень заходят на моём канале. Поэтому я давненько искал что-то подобное для обзора. Но перед кальмаром я нашёл другую Дораму. Мой сосед Кумихо. Почитал лесные отзывы и подумал, а почему бы и нет? Например, та же Алиса в пограничье мне очень даже зашла. Тем более и Алиса, и Кумихо японские. Так что Кумихо тоже, наверное, должен быть годным. Как же я ошибся. Зато понял. Дорама, Дорами рознь. Не, возможно, лютые Дорамщики его и оценили. Проблема в том, что я рос на американских сериалах и смотрел его немного под другим углом. Но я так думаю, это тема для отдельного ролика. Следующей Дорамой, на которую я наткнулся, был как раз Кальмар. И когда я узнал, что он корейский, я напрягся. Так как я вспомнил Милый дом. С его кривляниями, палёным графоном и заводом кетчупа. И включив Кальмара, знаете, каким было моё удивление, когда я осознал, что без отрыва от экрана я смотрю уже шестую серию. И возможно, я бы сразу посмотрел его весь, но потом я лёг спать. И проснувшись, снова же без отрыва, я досмотрел оставшиеся три серии. Настолько он меня зацепил. А зацепил он тем, что он рушил все мои ожидания. Все моменты, которые я хотел отнести к его минусам, распадались в каждой серии. Например, после трейлера я ожидал, что весь сериал нас будет ждать не самого лучшего, но и не самого плохого качества графен. В духе куклы из первой серии, сравнимой с богами и страшной волей богов. Нет, к графену, по крайней мере масштабному, можно отнести только куклу. Ну ещё остров. В остальных моментах он тоже заметен, но он скорее вынужденный и на нём не акцентируется внимание. Также, отталкиваясь от милого дома, я ждал литражей крови. И фестиваль кривляний. Но снова нет. Актёры не переигрывают. А кровь хоть и есть, но она без перебора. В некоторых сценах они вполне обоснованно могли сделать её и больше. Но её ровно столько, сколько обычному зрителю хватит, чтобы поверить в происходящее. Следующее моё ожидание касалось игр. Я думал, что после «Красный свет, зелёный свет» меня будут ждать такие же знакомые игры. Типа «Скакалки» или «Салок», например. Но другие игры, за исключением перетягивания каната, были для меня в новинку. Например, та же игра в «Кальмара», в правила которой я до конца не вник. Но не переживайте, вам объяснят их с первых секунд первой серии. Или же игра «Стеклянный мостик», где игроки должны будут передвигаться по стеклянному мосту, выбирая одно из двух стёкол. Только одно из них прочное, второе нет. Да, и касательно игр, они вполне реальны и могут быть объяснены со стороны физики. То есть в этом плане никакой фантастики. Так же, как и никакого сюжетного мухляжа. То есть, если у героев появляется какой-то предмет, то нам до этого показывают, откуда он у него. Также мне очень понравилось, что действия героев обоснованы. Например, один участник в самый ответственный момент садится молиться. Катя, время идёт, и он всех тормозит. Но он это делает не с бухты-барахты. До этого он также часто уделяет время религии, а сейчас просто сорвался. Но если у какого-то героя для выполнения задания, скажем так, прилетают орлы Гэндальфа, то им сразу же подрезают крылья. Вообще, апогеем всего сериала, вызывающим самые яркие эмоции, за исключением финала, для меня стал шестой эпизод. Там игра была направлена не на силу, ловкость или ум, а на психику. Как это было, например, в третьем эпизоде «Алиса в пограничье». И хоть и чутка меньше, но всё же этот эпизод мне было также тяжело смотреть. К техническим плюсам я могу отнести визуал. Дорама в этом плане очень стильная. Все эти маски, костюмы, лабиринты с дверьми, локации игр. На всё это так и хочется посмотреть подольше и поближе. Также мне очень понравился концепт справедливости игр. То есть, например, обслуживающий персонал игр с уважением относится к игрокам. Кормит их, одевает, общается уважительно. И позволяет без каких-либо последствий закончить игру. А в самих играх не допускает жульничества, делая всех игроков равными. Но всё-таки один момент я могу отнести к минусам. Сразу уточню, это минус лично для меня. Я угадал предфинал. А я не очень люблю этого делать. Но вот самый финальный поворот я угадать не смог. И это меня очень порадовало. Ну и давайте подытожим. Вас ждёт 8 часовых и один получасовой эпизод захватывающих, справедливых, напряжённых и визуально красивых игр насмерть. И я сразу попрошу вас отбросить предвзятость касательно того, что это корейский сериал. Я и сам предвзято к нему относился. Хотя сериал очень легко смотрится для людей, привыкших к более привычному формату. По сути своей, если заменить всех актёров на американцев и дать им американские имена, но оставить сюжет, локации, диалоги и действия, то сериал вообще не поменяется по восприятию. Так что, если вас напрягал этот момент, то не стоит переживать. И приятного просмотра. На самом деле вышло очень даже иронично. Я посмотрел сериал один из первых, буквально через день или два после выхода. А сделал обзор один из последних. Ну а если вам понравился этот обзор, то большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Пока!